Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим серию, цикл бесед, которая у нас называется «Во свете Библии». Вот, Святая Библия. Это не только корочки, можем показать даже и здесь. Видите как? Вот она. Смяли первый листок. Это Библия на 77 книг. Издание «Православное». Вот оно где. Синодальный перевод. И открытым оком. Почему я это стал делать? Потому что много читая литературу, вопросы-ответы, начиная с Юрасова, дальше Козлов, отец Максим в Москве, вон там где-то у Татьяны МГУ. Другие слова митрополита Кирилла, теперешнего патриарха Старообрядческого. И всегда я вижу, что ответы не то, что они полные, а бывают абсолютно мирские. Тут главный вопрос в общем. Люди приходят, вопрос это задают не нам. Они хотят знать волю Божию. Я много лет, это 50 лет, нынче 51 год, занимаюсь как проповедник-миссионер с разными течениями, с разными сектами, еретиками, в разных университетах, три радиопрограммы регулярно вел, отвечая на вопросы. Но так как пришлось мне начитывать все 12 томов Златоуста, они на нашем сайте находятся все, это пока что нигде, насчитывания нету, только на моем сайте. Вот она. К истине, один народ.ру. Вы можете зайти в мейл.ру Игнатий Лапкин. Под этим именем, это мои настоящие имя и фамилия, больше никого нету. А тут вверху, там вы видите, православный форум Игнатия Лапкина, на сайте. Толкнуйте сразу на форуме. 1400 тем. Насколько это подробно будет? Отвечено. Как Господь позволит? Я насчитывал Жития Святых, кое-что перечитывать пришлось, Творение Святых Отцов, 4 книги Григория Диченко, вы знаете, они по 900 страниц, книги громаднейшие, 5 томов Добротолюбия, там Ефрема Сирина, ну 50 книг только выставлено. То, что осталось у меня не сожженное в топках КГБ. Это тоже в книге, в одной написано, одна книга такая вышла, она как бы автобиографична. Такой известный священник, есть Николай Балашов в Москве, у патриарха по внешним делам там. Это его и одного ярмонаха. Вот такая книга. Это второе издание. Пришлось мне выпустить трех томик Нового Завета, Толкование Блаженного Фефилакта. Вот она идет, где лежит оно. И вот эта книга четвертая, они подарены вместе, вот так, четыре, Путину, Медведеву, патриарху Кириллу и многим священникам. Одновременно тут подарили мы 125 священников, получили вот этот комплект четыре. Я начинаю это с того, что почему мне приходится говорить. У меня нет никакого образования. Совершенно. После десяти классов закончил строительный техникум, работал. В органах МВД направили, так как я пролетарского происхождения. Отец инвалид войны, без руки, десятеро детей. Тогда туда набирали, очень смотрели. И до армии работал там, потом армия, подводный флот, ракетные войска, освободился. Сложно все это было. Я уже на военном билете с бородой был. И в 1962 году, в 1962, 27 сентября в 17.00 в руки мне попала Библия. То есть Новый Завет. Я стал считать. Это было в доме пятидесятников. Я обратился к Богу. Родившись в православной вере, я по сегодняшний день нахожусь в ней. Хотя, по моему убеждению, я давным-давно уже мог быть и неправославным. Но я знаю, что там, где нет закона рукоположенного священства, там нет церкви. Это главное, наиглавнейшее. И где нет толкования святых отцов. То есть, иначе сказать, патрология мини. А это триста тобов. Поэтому, когда я начинаю отвечать, то есть я иду уже на отвеченные вопросы. У меня все время внутри голос, как голос звучит, вот задают вопрос, там каскун такой, если отец Максим отвечает, три-четыре минуты. Да какой же ответ-то? То есть, пусто. Он бы дал больше, но ничего нет. И вообще, ссылок нет на священное писание. Очень за умные речи говорят люди. Мне больно слово говорить патриархия, потому что уже некоторые привязывают. А он против патриархии. Считайте, что это было две тысячи лет назад в Японии. Или в Малайзии где-то. Это к вам не касается. Потому что это слово Божие. Я отвечаю на основании Библии, потому что я занимаюсь этим пятьдесят лет на основании святых отцов канонов соборов семи селенских девяти поместных и на основании святых отцов и житий святых. Двенадцать томов по Дмитрию Ростовскому. Кто пожелает что ответить, у меня на сайте все телефоны выставлены. Я начальник детского лагеря, с нуля строим православную деревню. Это я должен повторить, потому что я скоро заканчиваю вот этот цикл. Просто у меня времени нет этим заниматься. Вот сегодня тема такая люди просят семья. Ну что, непонятно-то. Понравилось? Бери, живи, плоди детей, рожай, умирай. Но я ограничен то, что в ролик входит пятьдесят пять минут. Дальше он начинает сечь. Ну, у меня помощник покажет, когда заканчивать. Я начну сейчас о семье говорить. Я обычно говорю непописанному. Вот в этих книгах тысячи триста проповедей, моих проповедей, которые я произносил в храме при епископе. Каждая проповедь это двадцать, двадцать пять минут. На основании Слова Божия. И поэтому я более склонен к тому, чтобы осветить все, и человек ко мне больше не обращался, а сам научился искать ответ. Его не надо держать на привязи. То есть внутри меня как бы этот голос, что люди пришли не ко мне. Я им должен указать на сокровищницу и показать вот это сказанное в Библии, вот это у святых отцов, и дальше начинать считать сам, называя какие книги, какая страница. Так а люди не привыкли слушать так долго, и не будут. А вот это меня уже Бог не спросит. Главное, идите, зовите на брачный пир. А кому-то голову разобьют, кого-то убьют. Спроса никакого нет. Спрос будет с них. Потом придет, говорит, и сжег город тот, хозяин. Хозяин это Христос. Поэтому, говоря о семье, я в этой теме все эти, я беру сейчас частичные свои книги к истинному православию. Ее некоторые архиереи называют настольная книга священнослужителей. Настольная в подданном смысле. Она не после тех, которые вышли настольные книги, а она вобрала в себя все в них и дала то, что другие упустили. Поэтому, что-то, чтобы ответить, вот это вот сегодня о семье сказать. Это вот 16 листов я только отпечатал сегодня. Сегодня, это 27 марта 2013 года. Итак, без бумажки я бы говорил, но боюсь упустить что-то. Слишком сжатый материал, и на память никак нельзя. Когда я сидел в камере, попутно сказать, со мной сидел преподаватель второй группы космонавтов Лозин Анатолий Максимович. Одно время он был даже начальником высшего авиационного училища. Не голова говорится, а дом советов. Все схватывает. Книги, если 350 страниц, это две книги он на один только читает. Я пробовал проверять его, как он знает. Он отвечает абсолютно точно, чуть не по писанному. Я ему даю прочитать, у меня с собой новый завет был. Я говорю, Анатолий Максимович, прочитайте 90-й псалум. Вы можете его законспектировать? Он все мог конспектировать. Он прочитал, так дайте еще раз прочитаю. Прочитал, опять полежал, встал, походил, ну-ка дайте еще раз прочитаю. Я такого не видал за ним никогда. Прочитал, губами пошевелил, знаете, а он не конспектируется. Я говорю, а почему? Ну, тут такая конструкция необычная. Все предложения связаны. Если я попытаюсь что-то сокращать, я потеряю смысл предыдущего и последующего. Вот какая голова. Ну, не случайно, преподавал космонавтам, значит, не на помойке жил. А потом узнал, что жена изменяет, захватил офицера-милиционера там и побил его. Ну, а жена на той стороне уже была, это, за Соболева. Ну, и отправили, говорит, в Сибирь стаболей ловить. Итак, муж и жена сотворены Богом по образу и подобию Божию. Хотя написано вначале сотворим человека. Поэтому даже иногда спорили на каких-то соборах, если у женщины все то, что есть у мужчины. Тело, душа и прочее. И даже стали насмехаться. Мужчина из чего состоит? Мужчина ну, тело, душа, паспорт, а женщина тело, паспорт и платье, как будто у нее и души нету. Главное, чтобы хорошо выглядеть. Но это присказка. У женщины такая же точно душа. Плоть от плоти моей. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Как бы один это был человек. Мужчину и женщину по образу. Бытие 1.27. Любое человеческое общество при нормальном развитии основывается всегда, при любом строе, на трех столпах. Это первое, вера в святую в Бога, то есть у нас в святую троицу, дальше, семья и частная собственность. Мы верим в святую троицу, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Семья основана на библейских, евангельских заповедях и правилах, канонах соборов и святых отцов и частная собственность от трудов своих честных. Богоборческий советский режим все эти столпы разрушил. И поэтому нету ни семьи, ни человека, знающего свое достоинство, ни государства. Все обнищало, разрушилось и развеялось. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу голова Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. 1 Коринфянам 11.3 Женец сказал, умножай, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в лечение твое, и он будет господствовать над тобой. Бытие 3.16 я считаю по семейным вопросам. Одна книга есть, Льва Толстого, Кресли Рассоната, более полно описывающего, сегодня считаю по снеслою, просто я не знаю в литературе, хотя считал несказанно много, наверное, не пуды, а тонны. Запомните, Кресли Рассоната, тем более она уже экранизирована, там Олег Яньковский играет, чудесно. Так, была она Ева, утлый сосуд, так она останется. Никакой строй, ее не может сделать другой. Внука будет рождать, ни одна королева, ни одна цариса без мучений не рожала. Ну а можно обезболить, это значит не рожать, она умрет. Родовые схватки, это занаряжено. Можно перенести любую боль, а эту боль не может люди так переносить. Вот кошка смотришь, корова рожает, ну может быть ей там где-то и больно, а на самом деле она щенка одного за другим собака рожает и все, женщина мучается, страдает. Но проходит короткое время, она имеет к нему влечение. Я разговаривал с роженицами, она говорит, был бы муж, я бы разорвала его. Вот на него такая была обида, а почему, говорит, не знаю. Пришла домой, неделя прошла, опять ласкает, говорит, обнимаю и думаю, вот так. Писание это говорит, а невежащая она ничего не знает. Рожает, умирает и не вспомнит даже, что это Бог сделал. Как это внешне выражается? То, что при бракосочетании женщина всегда стоит слева, это низшая сторона греховная, как и нижняя перекладина на кресте, наклонена в левую сторону. Посмотрите. И на голове должна иметь знак власти над ней, головной убор при молитве и пророчествовании. И вот сегодня в школах, всюду, где бы вы ни били, не видели, всегда без платка женщина. Наша она, сестра, была приглашена предоставать в школе 68-й в Барнауле изобразительное искусство. Наталья Николаевна приходит, как уж скажу даже. Теперь она в Америке, там вышла замуж с отличием, с красным дипломом закончившей. Ее ценят, умница. Но она в платке. И не просто так в платке, а по церковному в два платка помойник и под булавочку под подбородком. Красавица. Это где бы ее кто ни видел, кто пишет. И Марина Владя даже свою книгу занесла, она там сидит с ребенком и под подпись Мадонна. Но здесь ни на что не посмотрели. Да ладно, у нас же директор знакомый. Снять платок. Ученики не могут отойти от нее. Они влюблены в нее. Она рисует, что-то, вот это она рисует. А они глядят на нее и рисуют. У нее маленькое пятнышко здесь под глазом было в то время, что-то после простуды. Так они подходили еще смотрели, насколько оно сдвинуто, это пятнышко. Такая любовь. Но платок с ними, оно кому мешает снять, а то значит, чтобы не молилась. Понимаете, что у сектантов все без платка. Я ни одной почти сектантки не мог увидеть, чтобы она была благообразно одета. То в штанах, то безобразие одно. Я в духе святом, разберись, какой дух мирской. Если по стихии мира делать, и какой это дух. Я в Аганьке считал как-то, он у казаков был, и казака все расспросил, а можно вас семейно сфотографировать? Вы же долго жили, да, у Льяна. И вдруг, говорит, появилась женщина, улыбчивая, ну, в годах уже. И подошла справа, он глянул, этого было достаточно, что она мгновенно оказалась, говорит, на левой стороне. А можно я вязанку надену? Можно. А муж сказал, жена должна быть слева и шашка. Муж глава всему. Это в советское время в Аганьке. Оно звучало превосходно. Она знала, только глянула, она на своем месте. Слева. А сегодня, как в бракосочетании с женщинами всегда, ставят справа. Почему? Потому что муж подкаблучник будет. Разводится. Детей ей. А вот Кристина Арбакайте, дочь Пугачевой, наткнулась, не на русского, там в Чечне-то, и ребенка потеряла своего Руслана. А там обычай другой. На той стороне встал президент, и суд попятился. Почему? Потому что это дружная нация. Суд попятился. Нельзя две жены иметь. Там имеют свободно глава администрации. Об этом говорит не кто-то, а Кадыров. Прямо говорит. Рамзан. Ничего особенного нет. Поэтому, если мы твердо будем стоять за христианские обычаи, они попятятся. Никакая ювенальная институция не тронет. Она на пороге и сдохнет. У меня племянница училась в училище. На физкультуре только в брюках. Я пошел к директору. Не положено у нас как. Ну, пускай она будет в брюках, но сверху юбка, как всегда. Как положено. Потому наши фотографии за мусульманские иногда принимают. Я с ним поговорил. Живой человек. Он сразу сделал исключение. Пожалуйста, пусть будет так. Только не пропускает. Надо твердо стоять на том, что нам дано от Бога заповеданным. У нас сестра одна, Валя Хапилина, из Казахстана, крестилась, приехала домой. Так носит платочек. И вышла на работу. Она бухгалтером. Ее везде уважают. Но тут начальство взъяло. Снять платок. Ну, бухгалтер-то вообще засохшая. Сидит там она. Ну, не милиционер же она, не врач. Снять. Она уговаривала. Она плакала. Уволили. Платок много значит. Очень много значит. Вот как раз это входит в это. Я буду попутно говорить то, что необходимо, на что обратить внимание. Священникам надо исповедовать. Брюки носила дома. Да, на даче была. Носила или не носила? Носила. И пятимья. Год стоять за дверями. Вместе с соглашенными. Вот тогда был бы порядок. Я тут скоро дам ролик такой, что такое церковная дисциплина. И Анна Тауз говорит, наведи дисциплину, прекрати службу, священник. Ибо порядок дороже твоей службы. Когда к Василию Великому однажды пришел Валент, еретический император, и посмотрел самый беспокойный праздник, богоявление, святая вода, посмотрите, что делается, а какая очередь. Но он увидел такую мертвую тишину, такой порядок. Это вот так тронуло. Он говорит, такого я у себя нигде не видел. Порядок на небе, чинность, что поразило Тавису Савскую и Соломона. Все стройно, каждый знает свое дело. Жена должна быть слева. Все этим сказано. Ты за нее отвечаешь. Всякий муж, молящийся или пророчествующийся, с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею Для ангелов. 1 Коринфянам 11.4.10. То есть Златоуз говорит, ты без платка, посрамление через ангелов посходит до неба. Этого достаточно. Один раз услышал, вот сейчас с кем я говорю, я когда стал говорить с сектантом здесь, они говорят, ну написано, тогда пусть стрижется, но я стрижена. Да Павел имел в виду, что это такой стыд, как быть обритой. Все равно, что без платка. А ей это не стыдно, она за тройку говорит, а мне это не стыдно. Ну тогда понятно все, я отошел. Я-то думал, что ты верующая, ты говорила с первого шага, а вы говорите на языках, а вы говорите на языках. Да и на других языках проповедовал на разных кафедрах. А она барматание свое, вот это беснование, называет духом святым-то. Как у Венихина там падают, ползают, визжат, святой смех. А истина, когда знает человек язык и может на этом языке свидетельствовать, они этого даже не знают. Я попутно это говорю. И далее, кавычки из Вселенских Соборов. Определяем, никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужа свойственную, ни носить личин комических или статирических, или трагических, ни делать того, что принадлежит бесовской прелести. Посему тех, которые отныне, зная сие, дерзнуть, делать что-либо из вышесказанного, если это клирики, повелеваем, извергать из священного чина всех охлобыстиных этих. Если же миряне, а отлучать от общения церковного? Шестой Вселенский Собор, 62-е правило. Что, батюшки, они Вселенский Собор отменили? Опустили бразды правления, свидетели, только стоят так, свидетели. Как приходят, одетые, крашеные, с сережками, какие угодно. Всех допускают. И колдунов, и блудников. Ну, такие добрые, любвисты сегодня. Я не говорю про патриархию. Нет, нет. Вы просто сами решите, относятся к вам, нет. Я говорю про тех, которые полторы тысячи лет назад были в Португалии, к примеру сказать. Потому что меня связали этим. Как только услышим, что про патриархию говорите, все, ничего слушать не будем. Я понял, вы обречены на проклятие. Пророк один сказал, обречал царю, а царь говорит, кто тебя ставил обречать? Он говорит, я понял. Бог решил обречить тебя, и ты не принял. Бог решил убить тебя. Вот КПСС, и как старобрядцы, никакого обречения не принимают. А они обречены на поражение и смерть. Затклое болото. Там ничего больше нет. Повторяю, шестой Вселенский Собор, на котором было 630 епископов. Кто может языком пошевельнуть? Сектанты, понятно, люди отверженные. Люди без имени. Деревья дважды умершие бесплодные. Но вы-то православные. Перед вами на Страшном Суде предстанут эти люди. А во втором, правильно, они говорят, это были трубы Духа Святого. На что ты посягаешь? Я обращаюсь к православным. Дальше. И даже ради подвижничества не позволяется одеваться женщине в мужскую одежду, ни мужу в женскую. Кавычки открываем. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Второзаконие 22.5. Если какая-либо жена ради мнимого подвижничества применит одеяние, и вместо обыкновенной женской одежды обречется в мужскую, да будет под клятвою, то есть под проклятием. Клятво означает. Гамбский собор, 13 правило. Поступающий иначе делает это по воле князя, диавола, по облакнязя в мир и сего. Когда начинаешь говорить, и вот выступаете, я слышал там и Кураев, и другие. Зачем говорят, оправдают это? Даже Ост повидел. Ну знаете, а вот у шотландцы, ну идите в Шонтландию, будьте еретиками. Что там, православные живут? У вас же иконы висят, посмотрите. Божья Матерь в штанах ходит. Ну посмотрите на всех святых жен. Да как вам не стыдно? Я обращаюсь к тем, кто еще живой. Начинает все оправдывать. Академию заканчивают. Меня спрашивают, а для чего мы заканчивали? Для того, чтобы грех оправдывать. Любой. Если вы будете по строгости поступать, у вас ни одного прихожанина не будет. К нам заходили священники, здесь приходят из патриархии, и они выходят и говорят, а к нас надо в оглашенную всех ставить. Какой порядок увидели? Даже шепотом ни одного слова. И все закончилось бы. Чем больше уступают люди беззаконников? Беззаконники тогда уже наглеют, вверх берут. Они наравне не будут с вами идти. А один раз Господь сказал, а не надо говорить, что, а вот эти брюки женские, там у нее ширинки нет. Еще бы ширинку наделала для чего-то. Ну что, юбку любую надень, какой бы разрез ни был спереди, сзади на тебя все будут смотреть. Ни одного алкаша не заставить ходить в юбке. Его свои алкаши задавят. Или сделаю это папой, мамой. А здесь никакой нужды нет. Я даже был за рубежом, за рубежом, архиепископ Антони Синкевич, город Лос-Анджелес. Причащает, я гляжу, бабушка, на голове какая-то сетка надета, крашеная, и видно, что за 70 лет подходит, причащается. А мы с ним дальше едем вместе в машине. Я говорю, владыка, а как же вы такое причащали? Что вы? Это вдова. Это жена священника. Да не тем ли паче, она должна пример показывать. Развратная Америка дала нам все это пакость. Посмотрите на картинах Васнецова, Репина, Поленова, как одевались русские женщины. Заглядение одно. Какие кокошники были у них. Просто гляньте. Пойдите в музей, внимательно рассмотрите. А православным никуда не надо идти. Достаточно пройти и посмотреть на стенах, иконы висят. Ефесянам 2.2 Видали? Горе ожидает мужа и всю семью, где жена, повторяю, не сама, но по наущению дьявол добьется равенства с мужем и любует держать первенство. В такой семье нет Бога, нет порядка, растут дети уроды, с женской психикой, склонной и податливой к греху и ко всему дурному. Бог запретил женам произносить в церкви единое слово. Жены в ваших церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, но быть в подчинении, как и закон говорит. 1 Коринфянам 14.34 В книге Исфирь 1.17 повествуется о неподчинении царисы своему мужу. Тогда, тогдашний Верховный Совет империи издал закон, отстраняющий царицу навсегда от царства, дабы прочие жены всех семей, да простолюдина от князей, боялись мужей своих, и все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. Камычки закрыты. Взаимоотношения мужа и жены кратко выражены. Так, в любой ситуации, кроме нарушения супружеской верности, муж должен любить жену так, что если потребует обстоятельства, за жену готова была дать жизнь, как и Христос за церковь. А жена всегда должна быть послушной во всем мужу и быть безмолвной, если он не нарушает заповедь Божию. А иначе кафедр перейдет к ней. Кавычки. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную, посредством слова. Чтобы представить о себе славной церкви, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочная. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей и будут двое, одна плоть. Тайность я велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. И жена добоится своего мужа. Ефесянам 5.22 Ибо не муж от жены, но жена от мужа. 1 Коринфянам 11.8 Таков порядок творения. И когда было провозглашено равенство жены мужу, а в церкви-то венчали, и хотя на ухо, но священник должен был прошептать эти слова. Жена добоится мужа. А чего она должна бояться? Это она сильнее его. Она генерал, он сержант. Не имеет значения. Боится как бы не оттолкнуть его. Боится как бы не нарушить верность Богу. Всегда на первом месте должно помнить, что мы члены тела его, Христова. Вот это главный принцип, который нужно соблюдать. Не потому, что она женщина и слабый сосуд. Это все верно. Но главное, что она член тела Христова. А потом однажды даже Павел сказал, чтобы не было препятствия в молитвах. Еще понятнее. Молиться. А жена обижена. Пойди прежде, перемирись с нею. Жена была сотворена потом, специально для мужа. Для мужа. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. И сказал, посему оставит человек, отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сосчитал, того человека, да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. По любому вопросу, церковному, везде вот эта фраза, а сначала не было так. То есть вернусь, а как было сначала. Начинает к поберушек, попрошайек, пенчужек, как около церкви. Им нельзя подавать, каноны запрещают. А сначала не было так. Для этого есть правило. Должна быть у них мирная грамота, разрешающая попрошайничать. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние, и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят им ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Матфея 19,4. И не Адам прельщен, но жена прельстившись впала в преступление. 1 Тимофея 2,14. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Колосином 3,18. Повиноваться, как прилично в Господе, да не порицается Слово Божие. Титу, 2,5. Этот порядок сохраняется до ныне. Муж выбирает жену себе, только бы она была верующая в Господе. Жена связана с законом, доколе же и в муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе, то есть за верующие. 1 Коринфем 7,39. И по что вообще у верующего с неверующим, у овсы волка? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? 2 Коринфем 6,15. И не ступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. 2 Коринфем 7,3. Но, если сочетались до уверования, то уверовавшая сторона не должна оставлять остающейся в неверии, если тот желает жить с нею. Это так выражено. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Прочи же, и прочим говорю, я о ней Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводятся. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь, призвал. так я повелеваю по всем церквам. Первый корейстам 7, 12, 17. Брак был установлен Богом в раю, потому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И буду два одной плотью. Бытие 2, 24. Дальше кавычки открывается. Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака, и мяса, и вина, не ради подвига, воздержания, но по причине глушения, забыв, что все добро зело, и что Бог созидает человека, мужа и жену сотворил их. И таким образом, хуляк, клевещет на создание, если или да исправится, или да будет извержена священного чина, и отвержена церкви. Так же и мирянин. Апостольское правило, 51. И брачное, честное сожительство, почтенно. Гангский собор, 21 правило. Есть еретики, говорящие, что женатому не спастись. Кавычки. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Дабы верные, познавшие истину, ушали с благодарением. 1 Тимофея 4.3 Таких церковь отлучает. Если кто порицает брак, и женою верною, и благочестивую, с мужем своим совокупляющейся, гнушается, или порицает оную, как немогущую войти в царствие, да будет подклятвою. Если кто девствует, или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой доброты и святости девства, да будет подклятвою. Гангельский собор, правила 1 и 9. Если жена будет внушаться брака, и по этой причине оставит мужа, она подклятвою, то есть проклята. Гангельский собор, 14 правило. Кавычки. Епископ, или пресвитер, или диакон, да не изгонит своей жены под видом благоговения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного. А оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина. Апостольское правило 5 и 51. Вот когда человек уверит, уверует в Бога, все у него, то трудно найти более важный вопрос, как вопрос семейной жизни. Правильный выбор жены и мужа. Кавычки открываем. Родители, которые не учат детей Бога, ведение ее, хуже убийц, утверждает Иоанн Златоуст. Ушинский напоминал, что у ученика уши растут на спине. Библия говорит, есть у тебя сыновья, учи их и с юности нагибай шею их. Не желай множества негодных детей-то и не радуйся о сыновьях нечестивых. Кто любит сына своего, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын оставлен на свою волю, делается дерзким. Лилей дитя, и оно устрашит тебя, и играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним, и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумию его. Нагибай шею его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, добыстно делавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его. Серахов 7, 25, 30, 1, 13 стих. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгой, он не умрет. Притча Соломона 23, 13. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притча 13, 25. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духом, чтобы жить. Евреям 10, 6, 9. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12, 10, 11. Ну и где тут ювенальная юстиция? Наказание общее всем народам, всюду и везде. Без наказания нет воспитания. Даже воспитание у зверей, оно тоже, говорит, стакнут и пряник. Метод наказания и ласки должен быть согласованным в меру соразмерно преступлению. И не во гневе, а с разъяснением. Отцы, не раздражайте детей, дабы они не унывали. Колоссянам 3, 21. Далее, дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Колоссянам 3, 20. Я знаю, говорит Златоуст, многие презрели бы обещание вечных благ, если были бы свободны от наказания. Потому наказание более содействует спасению, нежели обещание вечного блаженства. И далее, жития святых. Когда император Феодосий Старший решил дать наилучшее образование своим сыновьям, Аркадию и Гонорию, то велел сделать розыск по Восточной и Западной империи, дабы найти такого человека, который обладал бы всей мудростью и мирскую, и духовную. Находил. Вот что божественное знает, мирского не знает, и наоборот. С великим трудом обрели одного такого, Арсения Великого. Память его, 8 мая, умер в 1450 году, 5 век. Вот как говорил Феодосий, вручая детей на воспитание, готовя из них двух императоров. Кавычки. Теперь ты будешь им более отцом, нежели я, потому что труднее воспитать, нежели родить. Приучи их к добродетели и обучи их при мудрости, как отец их духовный. Позаботься о том, чтобы они избегали разных юношеских соблазнов. Житие за май месяц. Страница 246-248. Однажды, войдя в класс, император увидел, что сыновья его сидят, а учитель стоит, ну, как у нас в школах везде. Он опечалился и запретил так учить, считая их царями. Почему они сидят? Так они же царские дети. Он сказал Арсению, здесь нет царских детей. Это тебе подчиненные, и ты должен строго наказывать их. Что если они не научатся бояться Бога, сказал он, то лучше, чтобы они не только не были царями, но прежде умерли, чем позволить им вырасти во зле, на погибель как своей собственной душе, так и прочим душ человеческим. Вот эти, которые устроили перестройку и прочее, ваучеры-то, их как воспитывали? Так, грабить народ? Потом грабить, убегать за границу и там помирать где-то? А вот так бы воспитывали, как воспитывал Арсений Великий. Вот этой беды бы не было. Случилось однажды далее, по тексту, что Арсений как-то заметил за Аркадием некоторый проступок. Рассердившись на него, Арсений побил его розгою. И при том так сильно, что Аркадий, уже будучи царем, помнил это наказание до самой смерти. Ибо следы розок остались на его теле навсегда. Глупость привязалась в сердце юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Притча 22.15. Есть у тебя дочери, имей попечение о теле их и не показывай им веселого лица твоего. Сирахов 7.26. Стыд отцу рождения невоспитанного сына. Дочь же невоспитанная рождается на унижение. Сирахов 22.3. Вот закон, какой был у Израиля, а теперь у некоторых горных народов. Кавычки открываем. Если после брачной ночи не найдется девства у Атраковицы, то Атраковицу пусть приведут к дверям дома отца ее и жители города побьют ее камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело. Так истреби зло из среды себя. Второзаконие 22.20.21. А сегодня, если так сделать, то хоронить некому будет. Далее. Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее. Над бесстыдной дочерью поставь крепкую стражу, чтобы она, улучив послабление, не злоупотребила собою. Сирахов 26.12. Дочь для отца тайная, постоянная забота. И по печенье о ней отгоняет сон. В юность ее как бы не отсвела, а в замужести как бы не опротивила. Над бесстыдной дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчей в городе и упреком в народе. И не остромила тебя перед обществом. Сирах 42.9.11. Это по интернетной версии на одну главу надо брать меньше в книге. Про Сирахова говорю. Как бы не осквернилась и не сделалась беременной в отцовском доме, в замужестве, чтобы не нарушилась супружеской верности. А сегодня матери сами приводят детей в малютах учиться танцам к учителям разврата. Горе тебе, бедная мать, за то, что ты украшала дочерей твоих в блудодеянии, чтобы они нравились и славились у любовников твоих, которые всегда желали блудодействовать с тобою. Третья книга Ездер, 16 глава, 47 стих. Старшие должны подбирать невесту сыну своему. Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозноси сердцем перед братьями твоими и перед сынами и дочерями народа твоего, чтобы не от них взять тебе жену, потому что от гордости, погибели и великое неустройство, а от непотребства скудения и разорения, непотребства весь мать голода. Брать нужно только верующих, только своих. Тавид, 4, 13. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть избратила путь свой на земле. И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедовал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских. Бытие, 6, 12, 28, 1. И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. с числом 25, 1. Не должен быть блудницей не должно из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Второзаконие 23, 17. Сегодня эти, которые олигархи, тут женятся, разжениваются, они никакие не евреи. Евреи вот какой закон придерживаются. А это кто? Это скаридные люди, которые потеряли свои национальные черты. Вторые родители, свекровь теща, должны быть посчитаемы. Кавычки. Потом сказал дочери своей, почитай твоего свекра и свекровь твою. Теперь они родители твои. Желаю слышать добрый слух о тебе. И поцеловал ее. И едно сказал о Тове, возлюбленный брат, да восставит тебя Господь небесный и дарует мне видеть детей от Сары, дочери моей, дабы я возрадовался перед Господом. И вот отдаю тебе дочь мою на сохранение. Не огорчай ее. Тавид 10, 12. И жена берется не для секса, но для деторождения. И ныне, Господи, я берусь ее и сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею. Тавид 8, 7. Дальше. Девица, вышедшая без благословения своего отца, отлучается от церковного общения на три года. Правило Василия Великого, 38. Даже она верующая, даже ходит, причащается. Правило это действует, его никто не отменял. После смерти супруга или супруги разрешается второй брак, как в расчество против блуда, а не на пусте сластолюбию. Правило Василия Великого, 37. И пресвятелю на браке двоеженца не должно пиршествовать. Ниакий сирийский собор, 7 правило. Вот они сегодня помещались в церкви, но у него жена умерла. Разрешается. Но двоеженцы отлучаются на год и даже на два. Правило Василия Великого, 4. Третий брак это после смерти одного из супругов. Есть и чистота в церкви, но лучшее любодеяние и допускается. Кавычки. На троебрачья нет закона, посему третий брак не составляется по закону. Таковые дела взираем как на нечистоты в церкви, но всенародному осуждению он их не подвергаем, как лучшее, нежели распутное любодеяние. Правило Василия Великого, 50-е. И когда их только повещали, ну допустим, у ней тоже муж умер, ну бывает такое. И сразу их отлучают на пять лет, если третий брак. Василий Великий, 4. Правило 80-е. Четвертого брака нет. Это скотство. Вдову, причтенную в число вдовиц, то есть от церкви снабдеваемую, кормят ее, избрали. Апостол повелевает оставить без попечения, если она посигнет за мужем. А для мужа вдовевшего не положено никакого закона. Достаточно дневой эпитемии двоебрачных. Вдова 60-летняя женщина. Если снова восхочется жительствовать мужу, да не удостоится приобщения святыни, то есть не прищищать ее, доколе не предстанет от страстной нечистоты. Правило Василия Великого, 24-е. кандидат священники, кто должен брать только девицу, но не артистку. Если она закончила какое-то училище артистка, и она девушка, то женится на ней, но священники его ставить нельзя. В жену он должен брать девицу из народа своего, вдову, или отверженную, или опороченную, блудницу, не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Левит 21, 13-14. Кавычки. Взявши супружество вдову, или отверженную от супружества, или блудницу, или рабыню, или позоричную. Позоричная это актриса так называется по-славянски. Позоричная. Позоричные все, которые там есть. Независимо от того, заслуженная артистка или нет, а такое у нее название. Епископом, не присвитером в диаконы, ни кем в списке священного чина быть не может. Правило апостольского 18. Вот сегодня это ничего, ничего не наблюдается. Все нарушается. Абсолютно. Но если жена его впадет в прелюбодеяние, он должен или оставить ее, или сложить сам. Кавычки. Если жена некоего мирянина прелюбодействов обречена будет в том явно, то он не может прийти в служение церковное. Если жена даже вот оба жили все хорошо, и на жена у него впала в блуд, его уже нельзя в священники ставить. Если же по рукоположению мужа впадет в прелюбодействие, то он должен развестись с нею. Если же сожительствует, не может касаться служения ему порученного. Правило некое исторического собора восьмое. У меня знакомая Бладен Диакон, очень хороший. Но его посадили как по политической статье. А она вышла замуж. Но, видимо, очень любил ее. Он вернулся, и она к нему вернулась. По закону этого нельзя делать, но он ее принял. Сан, конечно, сняли. Известен еще священник, но не ермонах, просто священник. Он женился. Заранее сан сложил себя и женился. Жена, жившись иным, вновь к первому мужу не может вернуться. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась либо этим страна-то, а ты со многими любовниками любодействовала. И однако же возвратись ко мне, говорит Господь, и имеет три один. А у мусульман наоборот. Если они развелись, то она не может к нему вернуться, пока прежде к чьей-то женой не побудет. Но сравните с тем законом, который дан был евреем, и который я сейчас сказал. Если дочь не воспитывается в христианской строгости, то получается жена с чьей портрет на каждом шагу. Какая она? А вот такая. Кавычки открываем. Многие совратились с пути через красоту женскую. От нее как огонь загорается любовь. Отнюдь не сиди с женой замужней и не оставайся с ней на перу за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Можно пережить всякую рану, только не рану сердечную и всякую злость, только не злость женскую. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Сядет муж ее среди своих друзей и, услышав о ней, горько вздохнет. Всякая злость мало в сравнении со злостью жены. Жребий грешника допадет на нее, что восхождение по песку для ног старика, то створливая жена для тихого мужа. Не засматривается на красоту женскую непохосто на жену. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Сердце унылое и лицо печальное и рано сердечное тире злая жена. Опущенные руки и расслабленные колена тире жена, которая не счастливит своего мужа. От жены начало греха и через нее все мы умираем. Не давай воде выхода ни злой жене власти. Не сиди среди женщин, ибо как из одежды выходит моль, так от женщины лукавство женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина, которая стыдит до поношения. Сирах 25 15 23 42 13 видимо потому вот это слышал Жириновский и этих женщин, которые несогласные за волосы таскают и бьют принародно. И ничего ему нет за это. Не будь ревнив к жене сердца твоего и не подавай ей дурного урока против тебя самого, чтобы ей не за что было ревновать. Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей. Болезнь сердца и печаль жена ревнивая к другой жене и бич языка ее ко всем прирожающейся, движущейся туда и сюда воловье ермо отозлая жена, берущая ее то же, что хватающий скорпиона. Большая досада жена преданная пьянству и она не скроет своего срама. Кроткая жена дар от Господа и нет сыны благовоспитанной душе. Благодать на благодать жена стыдливая. При худой жене хорошо иметь печать. А где много рук, там запирай. Конечно, речь идет не о сарай, а за женой смотри. Ей говорит, пояс столомудрия, как раньше делали рыцари, уходили. Какой-то железный пояс, замок и все. Сирахов 26.7 40.26 Отвращай око твое от женщины благообразно и не засматривайся на чужую красоту. Сирахов 9.8 Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5.28 Кто родводится женой своей, кроме вины, любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Матфея 5.31 Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. И вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с невощнейшим сосудом, оказывая им честь, как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. 1 Петра 3.1.7 Во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равна и муж не власти над своим телом, но жена 1 Калинистом 7.1.4 разведенный до смерти супруги не имеют права жениться. 1 Калинистом 7.39 и Рименом 7.1.7 Смотрение на жен это порнофильмы разной открытки считалось равным, что иметь на плечах собачью голову. Житие Пахомия 15 мая Сравни 2 Царств 3.8 Стыдливость была такой, что стыдились показать больное тело врачу. Агафия 16 апреля Макрина 29 июля «Нет ничего страшнее блудного греха», говорит святой Нифонт. На этом мытарстве блуда после смерти погибает больше, чем на остальных 19 мытарствах испытаниях по роду греха. Пьянство, язык, убийство там меньше погибает, чем на блуде. Женам запрещалось смотреть в открытый алтарь Василий Великий 1 января Житие «Через женщину дьявол много делает зла», учит Арсений Великий. Чтобы понять прогресс целомудрия одежды, вспомним житие Якова Низибийского 13 ноября, увидевшего девиз с голыми ногами и непокрытыми головами, которых покарал так, что они точно посидели. Далее, кавычки открыты. Если самый брак должен быть освящаем покровом и благоговением священническим, то как может быть брак там, где нет согласия веры? Абросим и Диаланский «Учи жену страху Божию, и все потечет к тебе, как из источника, и дом твой будет исполнен многими благами». Ян Златоуст «Это расстраивает всю вселенную, что мы не родим о собственных детях, заботимся об их имуществе, а душой их пренебрегаем». «Что является крайним безумием? Нам нет извинений, если дети у нас развращены. Если бы отцы тщательно воспитывали своих детей, то не было бы ни судилищ, ни наказаний. Старайся научить сына презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Как никто не может рассчитывать на оправдание снисхождения в собственных грехах, так нет оправдания родителям в грехах детей». Иоанн Златоуст «Мы в долгу у отцов родивших нас, но у отцов хорошо воспитавших и наставивших нас в благочестии мы в гораздо большем долгу. Лучше человеку не родиться, неже родиться и быть вечной гибели. Многие родители, имея слепую любовь к детям, жалеют наказывать их за проступки. Но после, когда эти дети вырастут и будут безнравственны, такие родители скоро сами поймут свою погрешность в том, что не наказывали детей, пока они были малы. Ненаказанные в юности в зрелости остаются, как кони необъезженные и дикие, ни к какому делу не пригодные. Поэтому, христианин, люби детей своих по-христиански и наказывай их, чтобы стали исправными и добрыми». Тихон Задонский Серахов 44 «Уважающий мать свою, как приобретающий сокровище, почитающий отца будет иметь радость от детей своих, в день молитвы будет услышан, почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. Уважающий отца будет долгоденствовать, милосердие к отцу не забыто, несмотря на грехи твои. Благословение твое умножится, как лед от теплоты разрешатся грехи твои». Серахов 3,4-5 Исход 20,12 Серахов 3,9-14 «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Ефесянам 6,1 «Если же они повелевают противное Слово Божие родители, того ни в коем случае нельзя слушать, поскольку несравненно более должно быть почитаемо Божье повеление, чем родительское». Тихон Задонский «Как девство лучше брака, так первый брак лучше второго. Разводиться дело противное как природе, так и божественному закону. Как во время болезни мы не отсекаем члена больного, а исцеляем его, так будем поступать и с женою. Брак дан для деторождения, а еще более для погашения естественного пламени». Говорит Златоуст, вступившим в брак настолько труднее спасаться, как бежать со связанными ногами. У меня однажды возник конфликт с одним преподавателем, который нам передает аудиторию, чтобы ключи у него взять. А потом, когда началась разборка, ну я просто так сказал, ничего не зная. Я говорю, знаете, первая жена от Бога, вторая от человеков, а третья от дьявола. Он говорит, откуда вы узнали, что у меня третья жена? То есть, каждый думает, я разведусь, все будет по-новому, новенькая жена, все по-другому, ничего не будет, тем более, если она уже разведенная была, у нее только отрицательный опыт, как и у тебя. Недавно мне пришлось видеть, он разведенный и женится опять. Я христианин. Я говорю, а почему ты развелся? Ну, характеры мне сошлись. Да как же ты христианин? Бог сосчитал. На развод-то никаких таинств нету. Это навсегда. Это хорошо описано у Яна Акаменского, где говорит, а ковы сковываются. И вот он только оковы Господь разорвал, умер кто-то, идет опять на базар, опять ищет себе и опять заковывает сам себя. Остался без жены, не ищи жены. Кавычки. Пей воду из твоего водоема и текущей из твоего колодезя. Пусть не развиваются источники твои по улице. Утешайся женой юности твоей, любезной ланей и прекрасной серной. Груди ее да упоевают тебя во всякое время. Любовь ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонне и обнимать груди чужой? Ибо перед очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляет собственное беззаконие его. И в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Притча 5, 15, 23. Кавычки. Так должны мужья любить свои жен, как же свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его от плоти его, от костей его. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюсти свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как у язычника. Язычники, не знающие Бога. 1. Сестаникинцам 4, 3, 5, официанам 5, 28, 31. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. 1. Коринфян 7, 32. Нет ничего хуже, как смотреть с вожделением на женщину. Многие погибли из-за женщин. Не будьте рабами скверных, ниже естественных страстей, ни постыдных похотений, столь мерзких перед Богом. Антоний Великий. Блудная брань усиливается от пяти причин. От празднословия, тщеславия, многого сна, от склонности к красивой одежде, от пресыщения. Аваисая. Кавычки. Если тебя борет блудная страсть, удручай тело подвигами, со смирением припадая перед Богом и обретешь покой, непрестанно удручай себя бдением, то есть не спать, голодом и жаждой, смиряясь перед всеми. Ава Исайя. Кавычки. Искушения этого греха сильны, и никто не волнует. Ничто не волнует так юношеского возраста, как эта страсть. Поэтому оградим юных отовсюду советами, увещаниями, страхом и угрозами. Если хочешь смотреть и услаждаться обзором, то смотри постоянно на свою жену и люби ее. Этого не распрещает никакой закон, где блуд, там обитает дьявол. Блуд уготовляет для нас вечный и неугасимый огонь. Ян Златоуст. Может ли что быть соблазнительнее, как видеть христианских жен, которые являются публично раздетыми и разрумянинными, подобно блудницам? Тартулиан. На брачащихся полагаются венцы на главах в знамение победы, что они непобедимой страстью до брака таковыми приступили к брачному ложу. То есть она девушка, а если она не девушка, надо справку брать из гинекологического кабинета, никаких венцов не возлагать на них. А если она такая, он не такой, ну тут уж так говорят, что раз она девица, то ради нее один венец не будешь надевать, тогда и на него, а он-то думает, что удостоился, а он может быть она и не первая. А если кто был уловлен с плодострастием, отдал себя блудницам, то для чего ему побежденному иметь и венец на голове своей, Ян Златоуст. Мать составляет славу детей, а жена славу мужа, святой Климент. Святой Киприан говорит, что украшения женщин обезображивают их и оскорбляет Бога. Христианки не красили волос и не подкрашивали щек и бровей, не употребляли благовонных мазей. Бог смотрит на внутреннее, а не на внешнее. Кавычки. Что делать, если она будет скромна и тиха, а он дерзок и подозрителен, сердит, будет сильно надбиваться, и как вынести такое унижение и притеснение? Терпи, говорит апостол, все это рабство, ибо тогда только ты будешь свободна, когда он умрет. Против тебя, против мужа, поднимает войну жена, входящего, встречает она, как зверь, изучает язык свой, как меч. Конечно, горестное обстоятельство, что помощница стала врагом. Но испытай самого себя, не сделал ли ты сам чего-либо в молодости против женщины? И вот рана, нанесенная тобой женщине, врачуется женщиной, и язву чужой женщины, как хирург, выжигает собственная жена. Жена злая будет дана мужу злому, грешному, и дана будет, как горькое противоядие, которое сушает худые соки грешника. Ян Златоуст. Мужу бить жену свою, это крайне бесчестно, не только для того, кого бьют, но и для того, кто бьет. И вам, жены, и вам, мужья, говорю, сохрани вас Бог от такого греха, который бы доводил мужа до необходимости бить жену. Такого мужа, если только можно назвать его мужем, а не зверем, я ставлю наравне с отца убийцами и матери убийцами. Когда соседи и проходящие стекаются как бы жилищу некого зверя внутри логова, пожирающего свою добычу. Если после многих опытов узнаешь, что жена твоя не исправилась и упорно держится своих обычаев, и тогда не изгоняй ее. Искорени из ее мысли слова «Мое», «Твое». Если скажешь «Она это мое», ты скажи ей, «Что такое твое?» «Я не знаю этого, я не имею ничего собственного, как же ты говоришь «Мое», когда все твое?» В отношении к общим женщинам муж должен вести себя так, чтобы не возбуждать ревности своей жене и избежать всякого подозрения в неверности. Эпитемья, наказание, заблуд муж изменил 4-7 лет. Но если был, это не женатый, а если женатый, называют это прелюбодеяние. Женатому 7-15 лет отлучен от церкви, кавычки, прелюбодействовавший 5 на 10 лет да не приобщается святых тайн. Распределение женатии 5 на 10 лет для него следующее 4 лета да будет он плачущим, 5 слушающим писания, 4 припадающим, 2 да стоит с верными без приобщения. Блудник 7 лет да не причастится святых тайн. 2 лета да плачет, 2 да слушает, 2 да припадает, и едино лето только да стоит с верными, а 8 допущен будет до святого причастия. Василий Великий, правило 58, 59, 77. Если жена прелюбодействовала и кто-либо прелюбодействовал, таковым надлежит в 7 лет прийти во совершенное общение по степеням к тому ведущим. Анкирский собор, 20 правило. жена оставившая мужа, если пойдет за иного есть прелюбодейца по священному и божественному Василию, который весьма прилично из пророчества Еремии привел сиян. Если жена будет мужу иному, не возвратится к мужу своему, но осквернением осквернена будет, и снова, держащий прелюбодейцу безуменно нечестив. Если же усмотрено будет, что оставила мужа без вины, то он достоин снисхождения, а она эпитемии. Снисхождение да будет ему сказано в том, да будет он в общении с церковью, а не то, что жена его бросила, а он может теперь жениться. Но законно сопряженную себе жену оставляющий и иной берущий по слову Господа повинен суду прелюбодеяния постановлено же правилами святых отцов таковым год быть в разряде плачущим два года слушающих чтения писания три года припадающих и в седьмой стоять с верными и так осподобиться причащение если со слезами каяться будет. Шестой Вселенский собор про Василий 87 правило Теперь о детях. Детей надо охранять от того, чтобы они не приобретали ложных понятий о жизни посредством чтения и сочинений наполненных обольстительными несбыточными вымыслами. То есть никаких сказок и особенно компьютерные игры это беснование настоящее. Я как начальник детского лагеря 40 лет с нынешнего года вел правила кто играет в компьютерные игры в лагерь не брать. Они совершенно бесноватые безумные. Начинается ритургия они как снопы все падают. Они ничего не понимают. Прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружность с миром есть вражда против Бога. Итак кто хочет быть другом миру то становится врагом Богу. Яков 4.4 Учите молиться Богу и войдите в церковь и больше всего учите своей жизнью и примером. Править не ходит в своей непорочности блажены дети его после него наказывая сына твоего и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Притча 27 29 17 Человек радующийся о детях и при жизни видящий падение врагов Серахов 25 10 Умерщвляй их порочные склонности это будет столько же благоприятная жертва Богу какую принес Авраам блаженный Августин. Особое попечание предлежит остыдливости в детях волосы женщины даны вместо покрывала и являются ее честью ее коса ее краса это 1 Коринфян 11 глава Василия 96 правило и даже ради подвижности как было у Феодора 11 сентября Наталья 26 августа Архилая 6 июня Жития Святых запрещается стрижь женщин волосы запрещается а мужам запрещено растить волосы длинные если которая жена ради мнимого подвижности стрижет волосы который дал ей Бог в напоминание подчиненности таковая как нарушающая заповедь подчиненности да будет подклятвую Гангской 17 священники должны проверить кто стрижет волосы и немедленно их в число оглашенных перевести все это ведет к стиранию полов к мужеложеству что церковными законами карается как смертный грех мужеложники скотоложники и убийцы и отравители прелюбодея и долопоклонники того же осуждения достойны посему правило какое имеешь опросчик соблюдая сих и о принятии кающихся 30 лет в нечистоте которые соделали в неведении и сомневаться нам не надлежало то есть мужеложники садомиты на 30 лет отучаются о церкви даже такое правило есть ибо в неведении говорит их достойное исхождение неведение творит их достойное исхождение и довольное исповедание и протечение столь долгого времени ибо они едва не весь век человечески преданны были сатане да научатся не бесчинствовать посему повели уже неотложно принять их явившему неистовство на мужеском поле мужчина на мужчине время для покаяния да расположится сообразное времени без законовавшего прелюбодеяния Василий Великий седьмое шестьдеторое правило грехи бывающие от вожделения и сладострасти разделяются следующим образом иное называется прелюбодеянием а иное блудом некоторыми же тончайшим исследованием заблагорассудилось и грех блуда именовать прелюбодеянием поскольку один есть законный союз жены с мужем и мужа с женою для чего тебе увлекаться постороннею притча 5.20 при всем так же да будет наблюдаемое расположение врачуемого подобно как и одержимого нечистотой блуда дабы или ранее или позднее подавалось им причастие благо Григорий Никасарийский четвертое правило то есть смотреть еще как человек раскаивается и не раскаивается как признак последнего времени есть особо злостное непослушание детей с твоим родителем Рильман 1.30 обуянное духом вседозволенности и разрушения безмотивными преступлениями нечистые женщины будут рождать чудовище 3.30 5.8 убивающих мать отца предающих родину все это за грехи родителей что им при зачатии ни при зачатии ни при рождении ни при воспитании они не просили Божьей милости и благословения дети обязаны не просто уважать любить но благоговейно чтить своих родителей почитай отца твоего и мать твою чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле которые Господь Бог твой дает тебе исход 20 глав 11 стих и даже под предлогом благочестия не покидай своих родителей исключение делается только для тех чьи родители ставят выбор или мы или Бог если некоторые дети под предлогом благочестия оставят своих родителей наипаче верных и не воздают подобающие чести родителям добудут под клятвою впрочем правоверие добудет ими соблюдаемо предпочтительно Гангский собор 16 правило вот под это житие святого Алексея Божий человек это близко не подходит его надо было отлучать за это глубоко верующих родителей оставил ушел это не я придумываю это каноны жены убийцы совершающие аборт отлученные от церкви на 10 лет должны знать что по церковным правилам они отлучены на 10 лет которые распределяются так что при словах оглашенные изъедите они как и все готовящиеся к окрещению должны выходить 3-4 срока сего и стоять вне церкви и молиться и только последнее одну четверть срока находиться при богослужении на литургии до конца но не причащаться кавычки открыты умышленно погубившая защитой его утроби плод подлежит осуждению смертоубийства точного различия плода образовавшегося или еще не образованного у нас нет ибо здесь полагается взыскание не только на имеющую родиться но и за то что наветывало самой себе поели кужона таковых покушений весьма часто умирают с этим соединяется погубление плода как другое убийство от дерзающих нас ее умышленно впрочем подобает не до кончины продолжать покаяние их но принимать их в общение по исполнению 10 лет врачевание измерять не временем но образом покаяния Василий Великий правило второе за один аборт женщина отлучается на 10 лет а если несколько абортов вот в Америке все сроки накладываются недавно я узнал такую статистику потрясающую 18 тысяч абортов каждый день за время перестройки за 20 лет было убито в России 80 миллионов а когда разобрались говорят да не 80 120 так это же страна огромная так это еще не все еще сколько не зафиксированные которые сами сделают аборты и выбрасывают детей лучше бездетность добродетелю ибо память о ней бессмертна она признается и убогой у людей а плодородное множество нечестивых не принесет пользы и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания и хотя на время позеленеют в ветвях но не имея твердости колеблются от ветра и порывом ветров искореняются ибо дети рожденные от беззаконных сожитий суть свидетели разврата против родителей при допросе их дети при любодеях будут несовершенны и семя беззаконного ложа исчезнет если будут они долгожизненны но будут посчитаться за ничто и поздняя старость их будет без почета а если скоро умрут не будут иметь надежды и утешения в день суда ибо ужасен конец неправедного рода премудро 31-35 дети грешников бывают дети отвратительные и обращаются с несчастивыми наследие детей грешников погибнет и вместе с племенем их будут распространяться бесславие несчастивого отца будут укорять дети потому что за него они терпят бесславие серахов 41-8-10 не желай множества негодных детей и не радуйся сыновьях несчастивых когда они умножаются не радуйся о них если нет в них страха господня не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество лучше один праведник нежели тысячи грешников и лучше умереть бездетным нежели иметь детей несчастивых ибо от одного разумного населится город а племя беззаконных опустеет серахов 16-1-5 дети должны проявлять всякую благодарность родителям от которых жизнь наставление и все что имеют получили благодарность эта состоит в следующем во всяких нуждах им помогать когда они имеют средств кормить и одевать их в старости в болезни или в другом случае прикрывать или извинять их немощи как сделали Сим и Афет сыновья Ноя Бытие 9-23 которые прикрыли наготу отца своего так говорится в притчах слушайся отца твоего он родил тебя и не пренебрегай матери твоей когда она и состарится притча 23-22 Хам сын того же Ноя показавший наготу отца своего был наказан за непочитание родителей Бог великое наказание определил детям первое проклятие проклят злословище отца своего и мать свою второе законе 27-19 второе смерть кто будет злословить отца своего и мать свою тот да будет предан смерти левитам 29 Тихон Задонский Согласно Слову Божию прокляты все матерщинники злословище святое имя матери перед которой мы в таком долгу что если бы как говорит мудрец и в пригоршне на огне приготовили для матери еду и тогда еще ты ничего великого не сделал бы для нее за ее родильные муки Серахов 7-29 не потому ли такие злые нынче дети что они во сне и наяву поют у меня братишки нет у меня сестренки нет и сам он того не зная он воспитывается эгоистом и мстит за своих братишек и сестренок которые были убиты его матерью в ее чреве сделавшиеся для них гробом закон Божий заложенный в совести влечет к воспоминаниям имени матери в беде в смертный час и преступник в нарушении заповеди не делает на себе наколки татуировки Левит 1928 пишет не забуду мать родную в действительности же следовало бы в душе написать я забыл наказ матери церкви и матери родившей меня быть добрым честным и вот я оказался вдали от добра кавычки хорошее воспитание не в том чтобы сначала дать развиться порокам а потом стараться изгнать их надо принимать все меры чтобы сделать нашу природу недоступны для пороков если ты прекрасно воспитал своего сына то он своего а тот своего и как бы некая полоса лучших жизней пойдет вперед получив начало и корень от тебя и принося тебе плоды попечения потомках если рождаемые тобой дети получают надлежащее воспитание и такими заботами наставлены будут в добродетели то будет началом и основанием твоему спасению и кроме награды за собственные добрые дела ты получишь великую награду и за их воспитание детский возраст нежный ребенок быстро усваивает то что ему говорят и как печать на воске запечатлевается в душе детей то что они слышат тем самым и жизнь их уже начинает склоняться или к пороку или к добродетели потому если в самом начале так сказать в преддверии отклонять их от порока и направить на лучший путь то в будущем это уже обратится в навык и как бы в природу и они не так легко будут по своей воле уклоняться к худшему потому что навык будет привлекать их к добрым делам те отцы которые не заботятся о достоинности и скромности детей хуже убийц поскольку губят их души сорную траву легче вырвать когда возраст нежный тогда ей надо сделать чтобы оставленные без внимания страсти не усилились и не стали неисправимыми святой Иоанн Златоуст кавычки если родители не оказывают должного попечения о детях и не учат их разуму не внушают им добрых правил то душа детей будет души взысканы от рук их Симеон Новый Богослов кавычки садовник привязывает саженцы к колу укрепленному в земле чтобы ветер и буря не повалили их и сучки или негодные побеги отсекает чтобы они не повредили дерево и не сушили ее поступайте так и вы с малыми и молодыми вашими детьми привязывайте сердца их к страху Божию чтобы не похолебались они от сатанинских козней и не оставили благочестия отсекайте растущие в них страсти чтобы они выросли и не владели ими и не умертвили внутреннего нового человека рожденного в святом крещении ибо видим что когда дети растут то являются и растут вместе с ними и греховные страсти как дикие побеги на дереве поэтому чтобы эти дикие побеги не выросли и не повредили человеку и не погубили его омытого освященного и оправданного святым крещением необходимо наказанием и учением Господнем их отсекать отсекайте возлюбленные такие побеги в душах детей ваших воспитывайте их в учении наставления Господнем Ефесянам 6 4 родителям нужно молиться Богу о своих детях чтобы сам он научил страху своему и умудрил вас спасение примеры добрых дел нужно являть им в самих себе юные да и люди всякого возраста лучше наставляются доброй жизнью чем словом ибо дети особенно подражают жизни родителей что замечает в них то и сами делают доброе будет или дурное от что видят поэтому родителям нужно самим беречься от соблазнов и пример добродетельной жизни подавать своим детям если хотят их наставить в добродетели иначе ни в чем не преуспеют ибо дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в своих юных душах чем слушают их слова юность сама по себе склонна ко всякому злу требует прилежного наблюдения доброго воспитания и наставления но вместо этого встречает ее великое зло ядовитый соблазн родительских нравов соблазн же как пожар усиливающийся далее и далее распространяется и поедает одушевленные храмы горе детям от такого соблазна и сугубое горе родителям которое вместо полезного учения злым примером как ядом заражает юные сердца Тихон Задонский гордость своевольные жены безвольные слабохарактерные отцы и обе стороны погрящие в похоти и безбожие осиротились столько детей как ни одна война количество разводов перевернуло давно за 53% тогда как жена главного идола вилла Ленина предсказывала что уже при 17% разводов нас накроет национальная катастрофа дети сироты и страна сирот потерявшая до 100 миллионов насильственно оборванных жизней только с 17-го года страна народ над которым произведен чудовищный эксперимент по скотиниванию биологическому уничтожению стоит на грани духовного и физического вымирания ежегодно миллионы абортов нерожденных гениев подвижников нарушен генофонд русского народа кто может помочь этому только Бог и мы сами ни я ни Бог тебе не поможет если ты сам себе не поможешь восхитал великий златоуст что интересно Менделеев подсчитывал и недавно в комсомольской правде опубликовали материал такой заголовок крупный что если бы большевики не победили в 1917 году нас бы русских сегодня было 650 миллионов спрашивается вот эти 450 миллионов которых не достает какой змей Горыныч поглотил доигрались в эксперименты царь был плохой но каждый год естественно прибыль за высшетом даже обыль чистая прибыль от 3 до 5 миллионов было как это 10 лет проходит на 30 миллионов население повысилось ты ты видишь ибо ты взираешь на обиды и притеснения чтобы воздать твоей рукой тебе предает себя бедный сиротет ты помощник Псалом 9 35 ни вдовы ни сироты не притесняйте исход 22 22 сиротом будь как отец Сирахом 4 10 отец сирот и судья вдов Бог Псалом 67 6 Он не презрит моления сироты ни вдовы когда она будет изливать прошение свое не слезы ли вдовы льются по щекам и не вопиет ли она против того кто вынуждает их Сирахов 35 14 15 и приду к вам до суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех которые клянутся ложно и удерживают плату наемника притесняют вдовую сироту и отталкивают пришельца а меня не бояться говорит Господь Саваоф Малахия 3.5 русский человек имел неписанное правило по которому дети погибших родителей часто переходили к крестному отцу восприемнику их от святой купели крещение в языческом римском царстве тут небольшая история в стране Галатии в городе Анкири жила бедная вдова христианка Ефросинья с малолетним сыном Климентом воспитывала его учений Господнем страшно тогда было гонянина христиан когда Клименту было 12 лет мать его тяжело заболела и почувствовала приближение кончины не страшилась она смерти ибо крепко верила в жизнь бессмертную за гробом и питала светлую надежду на блаженное вечное уготованное блаженство уготованное любящим Бога накануне своей кончины мать ведет тихую прощальную беседу с сыном прямая речь милое дитя мое а сиротел ты еще в пеленках узнал о своем сиротстве прежде чем об отце но ты не был сиротой не будешь и после меня отец тебе Христос Бог я родила тебя по плоти он возродил тебя духовно его исповедуй своим отцом его сыном называй себя но старайся быть достойным усыновления ему служи единому Христу Господу в нем полагай свою надежду и свое спасение он сошел с неба чтобы нас возвести на небо чтобы даровать нам жизнь и спасение и сделать сынами Божьими лютое время настоит нам христианам могут и тебя постигнуть соблазны угрозы и муки от несчастивых будь же мужествен сын мой крепко непоколебимо сохранить свою веру будь готов пострадать за Христа до смерти завтра я уже не увижу дневного света но я буду с тобой духом буду хвалиться о тебе перед престолом Христовым в надежде и тебя видеть перед его престолом богатая богатая христианка софия вдова узнала о сироте и взяла к себе климента видя богатство приемной своей матери зная ее доброе сердце он понял что достиг доставить ей радость если поможет ей распространять свою материнскую любовь и христианская сострадательность на других таких же или еще более несчастных бесприютных детей в Галатии тогда настал голод чуждое сострадание язычники выносили или вы проваживали своих детей на дороге и перекрестки и там бросали и вот климент стал подбирать таких детей и приносить в дом Софии спасая им временную жизнь заботился о душе сирот спасая множество голодных сирот позже будучи избран епископом он претерпел невиданные мучения а жестоких гонителей и такие муки в течение 29 лет и 11 месяцев каких никогда и никто не выносил ни до него ни после него за всю мировую историю и полностью исполнил он наказ умирающей матери своей которая говорила ему кавычки дитя мое дитя возлюбленное умоляю тебя умоляю что ты бы ты воздал мне единственный дар за все мои болезни и заботы о тебе ибо наступает время тяжелое сын окажи мне эту честь стань за христа дерзновенно и мужественно и сохрани крепкое непоколебимое исповедание его имени я я я уповаю на христа моего о дитя мое вскоре процветет на тебе венец мученичества в честь меня и для спасения многих душ приготовь сердца свое к подвигу страдания чтобы не застигло тебя неприготовленным время подвигов знай что полезно быть искушаемым бедствиями подобно золоту в горниле но ты не бойся страдание будет временным а воздаяние за него вечным скоро пройдет скорбь и вечно продлится радость кратковременно будет бесчестье здесь но вечная слава ждет тебя убога козни мучителей язвы продолжается один какой-либо день причем ярость старей земных бывает осмеиваем мучениками слава их увядает огонь уготованный ими на христовых мучеников угошается меч их поедает ржавчина сила их погибает поэтому нет ничего такого что могло бы отлучить тебя от Христа Господа ты станешь исповедником Господним а я буду мать мученика память 23 января страница 767 повторяю это Климент Анкирский он пошел за Христом вот этим великим страдальцем умершим на горе Голгофа наш наш детский лагерь в Потеряевке так и называется детский православный трудовой лагерь стан в честь священномученика Климента Анкирского который был казнен в 312 году когда считаешь его мучениях было это невероятно только Бог может это сделать он не просто сидел здесь 29 лет 11 месяцев но его непрестанно мучили цари за старями правитель за правителем умирает он живой и на него приезжали посмотреть как на чудо и у него не было ни одной части тела которая принадлежала ему это заново уже выросшее его соскабливали до костей его мучили насаживали тело поднимали и на копья так что копья выходили снаружи это невероятно но житиест говорит об этом и вот когда спрашивают а почему вы назвали свой лагерь вот честь священномученика ну потому что он подбирал детей и мы их подбираем мы православно верим что Климент Анкирский живой мы ему молимся Климент Анкирский моли Бога о нас наша связь с церковью торжествующей не прерывается это не то что с духами умерших как сектанты по скудоумию своему пытаются издеваться они не верят вообще что у человека есть душа что она может знать что души находящиеся на небе 5 глава откровения под приступ под написано жертвы вопиют и они знают что они не отомщены доколе владыка не всишь за кровь нашу и с ними разговаривают и даны им белые одежды но мы то верим 12-28 к евреям написано мы приступили к духам праведников вот как нужно воспитывать детей как вот эта мать Ефросина так она воспитала сына как мать Маковейский вторая Маковейская 7 глава очень желательно прочитать она каждого сына сопровождала словами только будь верен ну что что пальцы отрубили ноги отрубили ты получишь заново новое все не бойся сын мой главное выдержи все это грядут великие испытания для христиан правильно составить семью ну а что лучше то ну лучше остаться одному апостол Павел говорит хорошо кто выдает девицу замуж но лучше поступает тот кто не выдает и говорит я думаю имею Духа Святого подражайте мне как я Христу а Павел был не женат он говорит разве мы не имеем власти иметь жену сестру то есть имеем власть но добровольно от всего этого отказались для Господа семью составить очень непросто раньше были специально такой назовем институт свахи они знали всех на пересчет за несколько деревень вдали равного возраста равного состояния кого за кого сосватить а сегодня она сама ходит отирается где-то на танцплощадках и там погибает ее обольстить ничего не стоит ну нет замужем никто не берет вот возьмите в интернете ну прямо брошенная и на пляже и раздета и она ногу отставит чтобы у нее зад выставился и груди-то свои откроет ну товар на лицо ну хорошее ну молодец но не твое это Бог дал но твое то что ты бесстыдная вот это уже видать что ты не имеешь страха Боже это видать ну мусульманские женщины так себя не выставляют и они выходят замуж у них-то не замуж их-то намного меньше чем здесь этому надо было учить а что христианских жен там нет никогда не было и они не могут там быть у них особое одеяние с чужими никогда не играть никуда не заходить сохранить свою девственность девственность юноши и девушки мы сегодня разговариваем по теме о семье это чрезвычайно сложный вопрос мне один священник говорит пришел к архиерею и говорит ну я недавно венчал только и спрашиваю по любви сошлись по любви проходит три месяца приходят разведенные опять надо венчаться архиерея говорит ну вот смотри показывает там вот такая стопа как разведенных дел надо писать заявление вот они просят развести но там нельзя разводить священнику не разводить а утверждать только через архиерея он приходит жениться архиерея дальше живет они едут туда они любят друг друга священник говорит ну привезете справку разрешение архиерея архиерея это он добрый он любвист он подписывает это все беззаконие он сам блудник выходит и блудникам дает напутствие и этот брак недействительный если при живом муж выйдет замуж называется прелюбодейца что такое прелюбодейца ну немного шире распространи прелюбодейца не знаете что дружба с миром есть врождение против бога это духовная проституция своими именами нужно все это называть и когда они венчаются мы спрашиваем а зачем венчаешься ну а как у нас баба Алена с дедом жили 60 лет это только сказать у меня подружка Настя женилась замуж вышла полгода не прошло развелись вот мы пришли повенчаться чтобы Валера меня не бросил ну а он свою Наташеньку не бросил и когда я встречаю таких людей я говорю ну и помогло вам это нет не помогло да оно не может помочь церковь утверждает уже свершившееся браки совершаются на небесах есть такая поговорка как думаете воспитывать детей а что воспитывать мы в детсадик будем водить их значит никак а зачем тогда женитесь для утворения похоти а вы не удовлетворите никогда изнеможенное тело изможденное будет ну не можно все время жить ну на войну брали вся страна была там ну и жили же как-то правда дорвались до немецких жен насиловать там ну ведь раньше это было не так суворовские солдаты шли в Альпах они же там захватывали жен то не насиловали даже показывает он у Ермака узнали что он сделал в мешок его и на дно Ертыша ну такого же не было сейчас выступают там немецкие женщины все рассказывают это все не о грехе воспитания а мертвичина и поэтому если в церкви я говорю о православных если действуют наши правила церковные соборы их надо очень крепко держаться созидать семью надо начинать когда еще сама на будущей жена в пеленках учить ее подчиненной быть вот у нас в детском лагере за стол ни одна девочка без платка не сядет все до одного должны надеть платье или что ну днем они бегают там могут в майке быть чтобы до кистей руки были закрыты мальчики если много детей в первую очередь почему вот и главенство и они это понимают но мальчик не имеет права к девочке до во время игры даже пальцем прикоснуться так же и она но бывает но что не бывает бывает наказание у меня есть наказание меня сколько гоняли за это дело еще так и не делали но наказание условное в абсолютном большинстве я его отдельно завожу никто не видит беседую с ним по голенищу хлопну там крапивой но если он матерится крапиву положил проведи сам сам проведи я уже рассказывал как но он боится стоит плачет что с ним делать он все равно должен это сделать я его вожу перед строем вот он Костя боится это делать хорошо это или нет но уже все знают нехорошо теперь эту особенно жгучая крапива я ее беру и жую у меня такие волдыри на губах вот смотрите рву ее зубами и бросаю всех охочут дети ну ты боишься или нет у японцев культ кандзю его надо воспитывать и ребенок уже не боится но он уже не будет делать то что вчера делал боясь наказания эта тема о семье все равно как бы она начальная потому что когда архиерей показал столько священнику дел разводных священник прямо сказал больше венчать разведенных не буду пусть идут к архиерею что хотите то и делайте это грех поэтому наши беседы вот эти материалы а браки со священниками тоже не бесполезны Богу нашему слава во веки веков аминь